Для каждого человека, независимо от национальности и вероисповедания, мама – самый главный человек в судьбе. Но материнство – это не только чудо рождения, но еще и огромный труд. Особенно, когда в семье много детей. Мам, родивших и воспитывающих более пяти ребятишек, чествуют в 47-м регионе вот уже 10 лет. Почетным знаком «Слава матери» за добросовестное воспитание. Сланцевчане Нина Александровна и Сергей Анатольевич Красиковы воспитывают пятерых детей. У них три дочки и два сыночка. В 2015 году многодетной маме Нине Красиковой вручили почетный знак «Слава матери». И, как призналась сама награжденная мама, для нее это не стало неожиданностью. Слышали, что есть такой почетный знак, стали изучать, каким образом он дается. Узнали, что когда последнему, то есть пятому ребенку исполняется три года, можно обратиться за получением этого знака. Мы обратились в соцзащиту, нам сказали собрать документы, потому что этот знак не всем подряд дается. Мы собрали характеристики детей со школы, с работы, сына с работы старшего. Ну и в областном комитете одобрили нашу кандидатуру. Ну и вот таким образом мы получили этот почетный знак. Но это еще не все. Награжденным почетным знаком Ленинградской области «Слава матери» на основании распоряжения главы 47-го региона назначается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. И благодаря этим средствам у дома семьи Красиковых теперь есть новая крыша. Ну а так все меры соцподдержки, всеми мы пользуемся. У нас дети имеют бесплатное питание в школе, проездные билеты. Вот, то есть они в школу ездят бесплатно. Ну а также на школьную форму, ежемесячные выплаты, все это мы получаем. Это благодаря этому знаку или вообще? Нет, ну это вообще многодетная семья, а вот благодаря этому знаку вот 100 тысяч. И когда мама выйдет на пенсию по возрасту, ей будет доплата положена как ветеран труда, она приравнивается этот знак. Женщина, представленная к награждению почетным знаком Ленинградской области «Слава матери», должна ответственно относиться к семье. В выполнению родительского долга, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Поэтому времени на себя, как говорит многодетная мама Нина Красикова, практически не остается. Но она не расстраивается, ведь воспитание детей – процесс, как говорится, непрерывный. Дети вообще – это Божие благословение для нас мужем, поэтому у нас именно столько детей, сколько Бог нам дал. Мы просто верующие люди, и поэтому все дети, столько, сколько их есть. Ну почему пять? Наверное, потому что все-таки нужно их вырастить, поэтому мы решили, чтобы мама была здоровая, чтобы могла их растить, воспитывать. Вот они как бы еще все такие маленькие. Вот поэтому мы пока решили, что мы остановимся на этом. Работа по дому у Красиковых делится на всех. Хозяйство хоть и небольшое, но хлопотное. Старший сын Даниил уже, как говорится, отрезанный ломоть. Выучился в сланцевском индустриальном техникуме на электрика. Как положено, после учебы женился и проживает теперь со своей молодой семьей в городе Нарва. Поэтому дочь Лида осталась за старшую. На кухне помогаю, животных кормлю, на огороде. Ну, еще помогаю ей с братьями и сестрами. Сестрами Надей, Леной и братом Ильей. Несмотря на домашние хлопоты, Нина Александровна Красикова успевает учиться в возе на экономиста и работать ведущим специалистом в Комитете социальной защиты населения администрации Сланцевского района. Ведет дело производства, решает кадровые вопросы, помогает руководителю Комитета соцзащиты. Еще у семьи Красиковых есть мечта – построить новый дом. Земельный участок, как многодетной семьи, уже выделен. Осталось приступить к строительству на следующий год. А поможет в этом материнский капитал.